Здравствуйте, меня зовут Ли Мэн Ди, по-русски Лиля. В 2011 году я поступила в Тиндзинский педагогический университет на факультет русского языка. После окончания университета я работала учительницей китайского языка в Санкт-Петербурге в институте Конфуции. Я думаю, во-первых, потому что моя мама учительница. Она преподает английский язык, и с детства я часто бывала с ней в школе и смотрела, как она общается с учениками. Она всегда была им настоящим другом. Это произвело на меня большое впечатление. Я думаю, учитель – это священная профессия. Мы помогаем ученикам в трудных ситуациях, помогаем стать им лучше. Во-вторых, мне всегда нравилась китайская культура, и с детства я изучала китайский народный танц. Это мое любимое хобби до сих пор. У меня всегда была мечта делиться китайской культурой с другими, тем более моя специальность – русский язык. После окончания университета я приехала в Россию и стала учительницей китайского языка. Преподаю китайский и исполняю свою мечту, распространяя китайскую культуру среди учеников. За два года моей работы в Санкт-Петербурге одна ученица произвела на меня особое впечатление. Когда она только пришла ко мне в группу, у нее были проблемы с интонацией, грамматикой, но она очень старалась. Поэтому я ей помогала. Через год она сказала, что хотела бы поучаствовать во всероссийском конкурсе «Китайский мост». Я тогда думала, ну ладно, она просто поучаствует, посмотрит на других. Речи не шло о том, что она получит какой-то высокий результат. Но мы все равно очень серьезно готовились к конкурсу. Я помогала ей с песней. Эта песня называлась «Солнце всегда после ветра и дождя». Нам она очень нравилась. Я не ожидала, но она заняла третье место. Это очень хороший результат, потому что другие участники, выступавшие вместе с ней, уже изучали китайский по пять-шесть лет. Когда она стояла на сцене, у нее в глазах были слезы, она смотрела на меня, а потом подошла и сказала «Лауша, без вас я бы не стала петь». Меня это растрогало до слез. Именно это меня и вдохновляет. Сейчас у меня есть много маленьких учеников. Они часто держат меня за руку, зовут китайской мамой. Они мне как дети. Я не только преподаю им китайский язык. Я учу их, как стать человеком, сопровождаю их и чувствую, как они меняются к лучшему. Для меня это успех, и я очень люблю свою профессию. Теперь, поработав в Санкт-Петербурге, я решила продолжать работу в Москве. Хочу уже быстрее встретиться и познакомиться с моими новыми учениками, расти вместе с ними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова